С 2,5 тысяч сотрудников химзавода и его структур по политических мотивах не звольнился ни один человек. Работники не бастовали и не сбираются, да и протестных митингов, которые распорас проходят под стенами предприемства, тут не было. Мы, обычные люди, далекие от политики, кажут рабочие. Мы дорожим своим персоналам и платим им добрую зарплату, стверджая керавництва. Наши корреспонденты доведались, как идут справы на заводе, а так само отшагом уже каштаваць на вот один день спыненья вытворчасти. Электрика и энергозабеспечения – это мое. И вся моя политика добросумленно працовать и адекватно ставится до падей Украине, рассказывая нам подчас интервью работник химзавода Павел Чыстик. И такая позиция тут литерально у кожного. Удельники акции солидарности часом кажуть, что с просьбами об допомозе организовать забастовки, да их звертаются сами работники некоторых предприемств. Але конкретно на химзаводе разбуральной хвалей никого не накрыла. Таких инициатив они не выказывают. Кто-то чем-то доволен, кто-то чем-то недоволен. Ну это люди, разные коллективы, разные мнения, разные судьбы, разные семьи. Поэтому в целом обстановка взвешенная. Люди понимают, что они хотят, чего бы они не хотели, но тем не менее нету каких-то таких вот ярых сторонников, что давайте что-то произведем такое, чтобы, к примеру, на производство остановить. У нас такого нету. У нас все люди адекватные, взвешенные. Все хотят стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Чтобы они спокойно отработали, ушли домой, поехали на дачу, там с семьями, с детьми побыли. В Ольге Семянюк техника-метролога. На химзаводе працуют так само муж и сын. И обо два поколения сошлись о мерковании. Спынение бы творчести не даст ничего, кроме шкодавания у перспективе. Так, для информации, зарплата на химзаводе у середням – 1700. Работников разом с филиалом и центром аутсорсингу – свыше 2500. Мои отношения нейтральны. Я за мирную Беларусь. Я хочу, чтобы мы жили по чистым небам, чтобы у нас было светлое будущее, чтобы дети в школу ходили, не волновались, родители не волновались. У меня коллеги, с которыми я работаю, мы только за Беларусь, за мир. На заводе подлечили. Усяго один день простою обыдеться у миллион 700 тысяч долларов. А зараз тут самая гарача пара. Удобрение треба уносить терминово. Гэта не пачакая. У кастрычнику продукции импортерам не спотребится. Сёняшняя экономичная стабильность предприемства выник 15-ти годовой працы. Рынки сбыту страшываются им гненно. Каб вернуть крэдит доверу, необходно году пять. 20% продукции идти на внутренний рынок, остатняя – на экспорт. Купляет удобрение у двух десятках краин. Основанные спожилцы – Украина, Польша, Литва, Латвия. Сюлитову першиню продавали у Канаду. Кали навод за короткой забастовки сместятся терминный поставок, контракты могут быть скасованные. И покупник почнен набывать удобрение у России. Там уластная сыровина, и суседняя краина им гненно зойме – свободную нишу. Если будет забастовка, либо будут какие-то волнения, конечно же, это скажется на работе предприятия. Потому что получена предоплата, четко работает система поставок сырья. Малейший сбой, соответственно, приведет мало того, что к штрафным санкциям, так еще и к потере доверия. У нас есть большая предоплата. Мы более 80% или порядка 80% продукции отгружаем на экспорт. Все экспортные контракты у нас предоплатные. Естественно, у нас есть те контрактные обязательства, которые мы должны выполнить своевременно. Продприемства должны быть позаполитикой. Их справа – это экономика. Забеспечивание продукции товарами, створение працонных мест. Такое меркование выказывает Дмитрий Черняков уже как старшиня Гомельского областного союза наймальников. Это, разумела, специалистам. А как донести информацию об небеспечности забастовок до супрацонников, многие из которых просто не ведут, что зараз правильно, а что не. Расскажу свой опыт, когда начались определенные такие тенденции в СМИ, прежде всего в телеграм-каналах. Что мы сделали? Мы просто собрали коллектив, прежде всего руководителей, которые непосредственно работают с людьми, объяснили ситуацию, что в любом случае остановка либо забастовка может привести к потерям, потерям как личных доходов, так и, естественно, потерь для предприятия. К примеру, для Гомельского химического завода один день остановки равен 1,7 миллиона долларов. Законодательно это упущенные выгоды, это потери, которые могут быть доказаны и выставлены любому протестующему. Поэтому люди это прекрасно понимают, но и абсолютно нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать такую ситуацию. Мы собрали отдельно молодежь, как такой, наверное, основной провайдер сегодняшних движений. Молодежь попросила, чтобы такая поиршистия пришла, которая не боялась бы сказать открыто директору то, что они думают. Вы знаете, хорошо поговорили, поговорили о том, что мы, конечно же, и руководство, и в целом коллектив против всякого насилия, но также договорились о том, что мы должны быть вне политики. Дальше на час забастовок спыняются все прационные, социальные гаранты, не выплошивается зарплата. Але гэта мало трубует их, кто приходит до стен завода с закликами спынить вытворчать. Гэта не им потом кормить детей работников, которые могут застаться без працы. Марина Джала, Игорь Маришченко, Тейлера, Деокомпанія Гомель.